Первый элемент огня, потом первый элемент воды идёт, он создаёт гармонию. Если первый элемент огня имеет мужскую природу, то первый элемент воды имеет женскую природу. Он связан с энергией Луны. И первый элемент воды, он создаёт гармонию, он обладает энергией любви также. Он также отвечает за половые отношения. Это всё исходит из женщины. То есть женская природа, она создаёт гармонию, она создаёт счастье семейное, создаёт половые отношения. И женская часть времени — это ночь, а мужская часть времени — это день. Новый день над землёю встал, под копытами пыль клубится, где-то всадник с коня упал, где-то красная конница мчится. Ну то есть мужская энергия, да? Наступает ночь, зовёт им мань, мысли новые — это я. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Мужчины, главное место в квартире — это кабинет, а у женщины — кровать. Женщина, когда ложится на кровать, то ей трудно оттуда встать уже. На кровати она решает все свои вопросы. То есть когда она ляжет на кровати, ей легко там жить на кровати очень. Она удобное положение для тела, кстати, для женщины. Она когда лежит, ей очень удобно лежать на кровати. Поэтому ей очень трудно вставать рано утром, потому что на кровати так удобно. И по факту женщина соткана из лени. Энергия красоты женская, она ленивая природами. Природу воды, гармонии. Она такая гармоничная совсем. Она в гармонии находится, поэтому она не напрягается. Поэтому женщина достигает всего очень просто. Ей не нужно напрягаться, чтобы выйти замуж, если она очень сильна в этой женской энергии. Сам человек появляется. Не виноватая, он сам пришел. То есть человек сам появляется, сам уходит. Это его проблемы. Она все лежит, да. И она как-то создает гармонию. И она рожает детей. Причем она тоже не напрягается для этого. Они сами рожаются из нее. Поэтому женщина, она все делает без напряжения. Женщина не должна по факту сильно много работать. Если она по-женски сильна, то муж будет работать у нее. Будет делать ее счастливой. Если она культивирует себе мужскую энергию, то она сама будет работать. И будет плакать горючими слезами. Но женскую энергию, надо понять в себе женскую энергию, что я женщина. У меня самое главное, это энергия любви в нашей жизни. И в женском теле течет энергия любви. Она всем нужна, эта энергия. И женщина поэтому не должна напрягаться. Но она должна напрягаться для энергии любви. Она должна служить, заботиться обо всем. По-женски жить должна. Движемся дальше. Мы изучаем закон кармы, нам все помогает. Итак, поэтому ночью надо спать. Женщинам надо спать больше, чем мужчинам на час где-то. Сладкий вкус является женской природой иметь. Это энергия любви и сладкий вкус. Поэтому женщинам надо есть сладкое. В основном по утрам. Потому что вечером сладкая пища идет болезнь, а утром она идет здоровье. В утреннее время, поэтому обед был сладким у вас, да? Чуть-чуть, нет? Завтрак, завтрак сладким был? Да. Ну вот, значит, все правильно. Я просто не знаю, я не завтракаю. Итак, движемся вперед. Перемент огня, то есть все виды гармонии, все, что соединяется в этом мире, все с помощью энергии воды, воды в смысле. И наше тело по факту соединено энергией воды. Смотрите, для того, чтобы оно жило, нужно, чтобы кровь двигалась, лимфа двигалась. Даже по нервной ткани передают энергию нервного импульса с помощью энергии воды, то есть внутри каждой нервной клетки движется вода. То есть первый элемент воды управляет энергией воды и грубым элементом воды. И воздух, это тоже соткан из первого элемента воздуха, грубый воздух рождается. Грубый огонь тоже рождается из первого элемента огня. И грубая вода тоже рождается из первого элемента воды. Но первый элемент воды управляет водой. Например, если человек идет по пустыне, то у него два варианта. Или он выживет там, или нет. Если человек в гармонии находится с пустыней, и он все любит, то у него первый элемент воды внутри будет сохраняться. Если он начнет нервничать, что он в пустыне, значит, он погибнет. Помните белое солнце пустыни? Там идет Сухов, да, смотрит. Мужик такой спокойный такой, по шею зарытый в песке. Спокойный, спокойный. Если бы он был неспокойный, он бы там погиб сразу. А он сидит себе очень спокойный такой, смотрит на него. Кто тебя зарыл? Абдулла? Такой спокойный, да? Видите, вот так человек может выжить. Первый элемент воды, он спокойным людям достается лучше, чем беспокойный. Поэтому беспокойные люди много писают. Почки связаны с первым элементом воды. Селок беспокоится, он много писает. Спокойные люди писают как надо. Я иногда буду шутить, а то вам скучно будет, наверное. Итак, осталось только первый элемент земли. Первый элемент земли создает формы в этом мире. Он все структурирует, делает формы. И грубое материальное тело, оно соткано из первого элемента воды и земли в основном. Но в нем всего 20% первого элемента земли и 80% первого элемента воды. И поэтому оно активно, наше тело активно, оно функционально. Но в адских планетах, на низших планетах, там увеличивается количество первого элемента земли, и первого элемента воды становится меньше. И поэтому там тела уже не функциональны, в грубом теле там жить не могут. Живые существа, они живут только в тонких телах. Потому что если бы они жили в грубом теле, они были бы в теле камня. Это в камне 20% воды и 80% земли, первый элемент. Там уже ничего не сделаешь, в теле камня уже невозможно двигаться. Так? Все закаменелое. Поэтому там в тонких телах живут, на низших планетах. На высших планетах живые существа тоже живут в тонких телах. Почему? Потому что там очень много первого элемента воздуха. Так как много первого элемента воздуха, поэтому грубой энергии мало. Первого элемента земли мало, поэтому тела у них светящиеся и такие прозрачные, в высших живых существ. А есть еще слои на высших планетах, где живут огненные живые существа. Например, описано, что на солнце тоже есть жизнь. Там в огненных телах живут живые существа. И это более высокая форма жизни, чем наша. Итак, в самом верху вселенной, даже там, где живет Брахма, правитель вселенной, там даже нет первого элемента воздуха. Там нет движения. Там все застыло в знании. Там есть только первого элемента эфира. Потом ниже очень много увеличивается плотность первого элемента воздуха, но других первого элемента нет. И там живут такие живые существа, которые называются ситхи. И галактика, на которой они живут, называется ситхалока. То есть эти живые существа такой силой обладают, то есть первого элемента воздуха дают силу, что они способны попадать на любые точки вселенной очень быстро. Они могут менять тела, могут форму тела менять свою. Они огромной силой обладают. И они способны многие вещи делать, которые мы даже не понимаем. Становиться маленькими или огромными в секунду. Ну то есть вот так вот. Ниже этого находится пространство, где живые существа живут в огненных телах. А энергия огня — это изменяющая энергия. Поэтому все менеджеры нашей Вселенной, полубоги, у них огненные тела. То есть они управляют этой Вселенной. И во Вселенной существует 33 миллиона полубогов всего. Это столько, сколько жителей Москвы, примерно. Всю Вселенную управляет 33 миллиона полубогов. И они управляют всеми движениями в нашем организме полностью. С помощью своей силы. Это могущественные живые существа. Но мы их не можем видеть, потому что мы недостойны. У них настолько возвышенное тело, то есть они такие возвышенные личности, все они служат Богу, и все они святые. Что как только мы их увидим, мы тоже тут же очищаем свое существование. Их еще называют ангелами или архангелами. То есть высшие живые существа. Дальше следующий слой. Уже больше первого элемента воды. И там это пространство уже предназначено для наслаждения. Это курорты нашей Вселенной. Они все имеют лунную энергию. И там туда попадают живые существа, которые очень честно жили, но они хотят быть счастливыми просто. Они честно правильно жили, но у них одна цель не служить Богу, а наслаждаться в этом мире. Они хотят просто счастья и все. И они попадают на высшие планеты. Рай по лунному типу. В котором находится курорт. И они там балдеют. Там описано, что жидкость, океан, море там, он, помните, молочные реки и кисельные берега, да? Это все из ведических писаний. Там море, оно состоит из жидкости такой необычной. И по цвету оно имеет молочный цвет такой. Эта жидкость называется сомараса. Когда человек ее выпивает, он на огромную силу набирается, огромной силы. У него пропадает чувство голода, он чувствует себя великолепно. У него появляется хорошее настроение. И у него появляется огромная сексуальная энергия. И там есть мужские такие живые существа, и женского типа. Женские называют абсары женщины. И абсары, это они наслаждают тех, кто живут на райских планетах по лунному типу. Тех, кто там живет. Когда абсара на расстоянии двух километров появляется, чуть дальше, чем вот эти деревья от нас. От нее исходит такой аромат, что тот, кто ее видит и нюхает запах, если мужчина попадается, то ему капец. Всего срубает сразу, то есть он влюбляется очень сильно. Вот. И дальше он, так как они движутся с помощью, движутся как птички у нас, то есть он к ней летит. И они потом занимаются сексом там. И у них это не наказывается. То есть аборты не надо делать. Дети там не рождаются. И многие религии, они говорят, вот если будешь жить правильно, попадешь в рай. И там у тебя будут красивые жены, там мужья, и все у тебя там будет. Также описано в Ведах, что на райских планетах интересно устроено все. Там очень много деревьев, они огромной высоты, гораздо больше, чем люди. На этих деревьях есть фрукты, огромные фрукты. И когда фрукт наполняется медом, он становится очень сладким, он падает с дерева, и он не гниет. Там нет гнилостных процессов, нет бактерий. Этот фрукт же лежит, и можно подойти, кусочек от него оторвать и скушать. И он тоже вызывает счастье. Там не надо работать, там нет зимы, нет холода, там все живут комфортно, там не надо работать. Все создано для счастья, наслаждения. И живые существа там отрабатывают свое благочестие. Вот они копят благочестие на земле. На земле люди копят благочестие. И оно не входит в карму сразу. Люди хотят уже на земле быть счастливыми, но человек занимается духовной практикой, а карма идет своим чередом. Ему легче жить, становится на земле лучше, радостней, но трудности все равно есть. И он копит, копит, копит благочестие. И потом, когда в следующем теле, так как у него тело не предназначено для счастья, человеческое тело, оно для экзамена предназначено, но есть тела, которые предназначены для счастья на высших планетах. И когда человек попадает в такое тело, тело счастья, есть тело страданий, есть тело счастья. Тело страданий человек получает, когда он попадает на низшие планеты, тело счастья, когда попадает на высшие планеты. И в теле страдания, это описано в ведах, что человек, когда грешник оставляет тело, то его тонкое тело уменьшается в размерах, потому что у него не хватает благочестия иметь большие достаточно размеры. И у него размеры с локоть, ну как бы вот с такой вот таких размеров живое существо становится, он меняется, трансформируется тело за 10 дней, тонкое тело перестраивается в тело страданий у грешника. И он дальше в течение 8 месяцев движется со скоростью где-то 80 км в час, это описано в ведах, движется на низшие миры непрерывно, не останавливаясь ни на обед, ни на ужин, ни на завтра. Он движется и днём и ночью на низшие миры и достигает этих миров, когда он достигает этих миров, то он начинает мучиться, его там мучают. И во Вселенной есть 7 пространств для нормальной жизни и 7 пространств для адской жизни. Видите, это ещё раз подтверждает, что Вселенная предназначена для экзаменов. Многие их не сдают, поэтому очень много места нужно для тех, кто будет испытывать страдания дальше и отрабатывать свою плохую карму через страдания. Потому что карму можно отрабатывать двумя способами. Первый способ через знание и служение. Второй способ через страдания. Вот если человек не хочет знать, как правильно жить, как правильно он не хочет, тогда ему придётся страдать и отрабатывать свою карму на низших планетах. Там есть 7 галактик на низших планетах. Чем ниже, тем хуже жить. И там время движется по-другому. Так, если говорить о низших планетах среднего типа, то один месяц у нас, там год. Но в самом низу у нас секунда проходит, там проходит год. Время движется по-разному в нашей Вселенной. Так, допустим, то же самое происходит у нас на Брахмалоке, высшей планеты Вселенной, проходит секунда, а у нас проходит год. А там, где живут менеджеры Вселенной, там проходит месяц, у нас проходит год. День, у них день проходит, у нас проходит год. И они живут там по 10 тысяч лет. Их 10 тысяч лет, не наших, а их. То есть у нас проходят сотни тысяч лет. Если человек попал на райские планеты, то он еще не скоро родится на этой земле. Он по нашему исчислению может жить сотни тысяч лет. А когда человек попадает на адские планеты, то через несколько месяцев он уже оттуда высвобождается. Но у него там проходит много времени. Но Гитлер до сих пор не освободился. Почему? Потому что он сделал много злодеяний. До сих пор в аду. Ленин уже освободился. Сталин, похоже, на этапах освобождения. Он тоже страдает, тоже в аду. Я так вижу. Можно, сверхдуша дает возможность связаться со всеми. этой вселенной. Она не скрывает от нас знаний. Если ты понимаешь, как это действует, ты можешь задать вопрос и почувствуешь это. Как это происходит. Но человек должен стремиться к добрым делам. Не нужно никого убивать. Пытаться ради идеи своей какой-то. Непонятно. Итак, существует семь оболочек Вселенной, каждая из которых в сто раз больше, чем предыдущая. Первая оболочка – это оболочка первого элемента Земли. Состоит из первого элемента Земли. Потом из первого элемента воды, первого элемента огня, первого элемента воздуха, первого элемента эфира. Потом энергия ума и энергия разума. Итак, кроме первого элемента, существуют еще три тонкие энергии, которые существуют в этом мире. Первая тонкая энергия называется энергия ложного эго. Или дающая нам ощущение собственного достоинства. Неправильного чувства собственного достоинства. С неправильного. Потому что живое существо чувствует себя достойным, когда оно делает добрые дела для других. И раскаивается, когда не делает. Так действует истинное эго. А ложное эго всегда чувствует счастье, когда оно что-то для него делает, а не для других. Когда для него что-то хорошее делает, оно испытывает счастье. А когда для него что-то делает плохое, испытывает страдания. Таким образом, истинное эго всегда направлено на других, а ложное всегда на себя. По факту, живые существа, которые живут на высших планетах, они вообще не помнят себя, они живут только для других. А мы по факту вообще не понимаем других, мы живём только для себя. Я вам могу это доказать. Когда у меня можно сесть прямо, сесть прямо на дыхание, и вам станет легче сразу, свежий воздух пойдёт. Вы чувствуете жарко, потому что вы расслабляетесь, одновременно хотите слушать лекцию. И поэтому вам жарко становится. В таком состоянии невозможно слушать лекцию. В таком состоянии человек нагревается расслабленно. Надо сесть прямо, видите, легче стало уже. Всё, видите, вы не имеете знания, как сидеть правильно. Я вас воспитываю, обучаю. Что, вам жарко, мои хорошие? А? Жарко. Сидите прямо. Настройтесь, голова болит тем более. Сидите прямо и настройтесь на дыхание. Сейчас я вас буду охлаждать. Сидите прямо, настройтесь на дыхание. Видите, ветер уже пошёл. Знаете, почему он пошёл? Потому что мы с ним договариваемся всё время. Он дует, когда я ему скажу. Это шутка. На самом деле, вы настроились, и он подул. Он всегда дул, вы просто не его не чувствовали. Не было правильного настроя. Видите, сейчас свежий воздух пошёл, так? Сидите нормально, и не будет жарко. Кому сильно жарко, поднимите руку. Не бойтесь, я вас не съем. Кому сильно жарко? А? Вам? Смотрите на меня внимательно. Нормально стало? Послежал? А? Смотрите на меня. Головная боль пошла вон. Пациент приходит к врачу и говорит, у меня крокодильчики, крокодильчики с меня падают. Психиадор пришёл. И он смотрит, а что вы на меня-то их бросаете? Психиадор. Подойдите ко мне, конечно. Да, прямо сюда. Так как я обладаю ведическим знанием, поэтому мне жить проще. Сейчас она тоже узнает кое-что об этом. Давайте ручки. Головная боль всегда связана с Сатурном, с влиянием Сатурна. И он создаёт спазмы в голове, поэтому. Вот. Но есть камень вот такой, называется синий корунд. Он именно влияет на грубое тело. Потому что синий сапфир влияет на тонкое тело. Но сейчас в наше время это не актуально, влиять на тонкое тело, потому что мы слишком грубые. Поэтому мы лечим людей корундами, а не сапфирами. Тем более это более практично. Вот такой камень гораздо дешевле, то есть в сотни раз дешевле, чем такого же размера синий сапфир. По факту такого размера 10-каратный синий сапфир стоит порядка 200 тысяч долларов. А этот камень стоит всего 1000 долларов, чуть больше. Этот камень что он делает? Он соединяет нас с чистой энергией Сатурна. То есть я нажимаю на нее, даже он в пластике находится, все равно начинает влиять. То есть я нажимаю на этот камень и настраиваюсь на энергию Сатурна чистую. И камень уже имеет такую силу. Вот. И в результате что происходит? Спазмы начинают проходить. То есть начинает Сатурн неплохо влиять на голову, а хорошо. В результате спазмы начинают проходить в голове, и человек начинает контактировать с более чистой энергией Сатурна. В результате вот этого нажатия камня. Я правильно говорю или нет? Проходит голова? Сейчас, когда я с нее сниму, у нее опять начнется. Это была рекламная кампания нашего медицинского центра, потому что некоторые говорят, что камни не действуют, что мы шарлатаны. Я вам сейчас доказал, что мы не шарлатаны, камни действуют. И мы сейчас пишем несколько кандидатских диссертаций на эту тему. Два человека у нас будут защищать диссертацию. Один будет по влиянию белых кораллов на бронхиальную астму. То есть ставится белый коральчик на указательный палец и бронхиальная астма может пройти или стать намного лучше человеку. То есть мы будем сейчас это доказывать научно. Набирать астматиков и лечить их. И вторая работа с гранатами. Гранаты будут лечить вегет сосудистую дистонию. Тоже человек одевает такой же большой гранат на тело, и у него давление нормализуется в голове, в организме. Также мы можем лечить мигрени вот таким образом, поставив синий корунт на средний палец. Как голова? Получше стало? Ну посидите с колечком, не теряйте. Потом мне отдадите. Все кольца сейчас с меня поснимают. Как я буду быть счастливым? Ладно, поехали дальше. Итак. Ну что, мы остановились? Да, ложное эго есть. Тонкая энергия, ложного эго. То есть ложное эго, оно приводит к человеку к страданиям, а истинное эго к счастью. Но мы все родились с ложным эго, и мы не можем жить по-другому. Мы не знаем, мы не понимаем, как жить вообще для других. Хоть нам и кажется иногда, что мы для других делаем, но на самом деле все равно для себя по факту. И эта энергия, знание о том, как включить истинное эго в жизни и стать счастливым, есть только у святых людей. Поэтому человек, когда настраивается на святость, его психика переключается сама, и он начинает действовать с позиции истинного эго. Я могу вам привести пример. Когда вы приходите в храм, да, уже вот ведический наш храм, вы заходите в алтарную и присутствуете на службе. В этот момент что происходит? Сердце открывается ко всем и становится хорошо. Как будто ты домой к себе попал. То есть ощущение счастья, комфорта, радости в этом месте святом. То есть там есть святость, там сидит шиллоп-рухпада в тонком теле, в духовном теле своем. Потому что согласно ведической культуре, если духовного учителя даже просто слепить из какого-то материала и поклоняться ему, своему духовному учителю, который жил на этой земле, он приходит в это тонкое, в своем духовном образе приходит туда и начинает защищать, заботиться. Таким образом, там, где есть духовная среда, духовная энергия, люди чувствуют себя очень хорошо. Поэтому нужно способствовать строительству храмов, вкладывать в это деньги, чтобы люди всегда имели место, где переключиться с сложного эго на истинное. Потому что только в состоянии истинного эго человек может быть поистину по-настоящему счастлив. В противном случае он всегда несчастен, потому что ему всегда что-то не додают. Вот вы, допустим, если будете в состоянии эгоизма находиться на этом фестивале, все равно будет что-то не то. Или слишком жарко, или слишком холодно, или слишком много еды, или слишком мало, или слишком мало вам внимания уделяют, или кто-то вас достал. Ну, то есть все равно будут проблемы какие-то, понимаете? Человек в состоянии ложного эгоизма не может быть счастлив. Итак, следующий элемент тонкого тела — это энергия ума, или манос, или тонкое тело ума. Она дает нам возможность функционировать. То есть тонкое тело ума, в котором мы находимся, является силой, дающей людям возможность функционировать психически в этом мире. То есть тонкое тело ума на срезе имеет следующее строение человека, ну и всех живых существ. Верхняя часть, строение связано как озеро, да? Верхняя часть — это волны. Волны бывают четырех типов. Это наши мысли, которые находятся с левой стороны у человека, имеют женскую природу мысли. Дальше воля человека, желание имеет мужскую природу, находится с правой стороны. эмоции, которые предстоят мыслям. То есть мысли возникают из эмоций. Поэтому свое мышление — это эмоциональный процесс. Мышление всегда эмоциональный процесс. А желание, воля человека, она предстоит желанием. То есть желание — это не эмоциональный процесс. это волевой процесс. Есть эмоции, есть желание. Что такое эмоции, допустим? Эмоции. «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной». Да? Это эмоции, да? Ну, там есть желание, я так хочу, да? Это желание, но они имеют эмоциональную окраску. Это по факту эмоции и мысли. А есть, есть желание, чистое желание. Это мужская уже энергия. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Да? Желание, видите, такое волевая уже энергия пошла. Мужская. «Я так хочу, вставай, страна огромная». То есть, есть энергия, мысли иногда, энергия ума иногда течет по правому полушарию, создаются мужские какие-то идеи, иногда по левому полушарию женские идеи создаются. Мысли, мышления, мечты – это женская энергия. А желание, воля, поступки – мужская энергия. Женщина сильна своими мыслями и эмоциями. Мужчина силен поступками. Чем больше волос на голове, тем больше мыслей и эмоций. Тем меньше волос, тем больше воли и желаний. Поэтому женщины должны иметь много волос на голове, они должны быть сплетены в узел, узелок, сзади, в косу. Это значит, что женщина управляет ситуацией. Мысли, эмоции, женская энергия управляет ситуацией. Если мало волос, то мужская энергия увеличивается, и мужские силы управляют ситуацией. В семейной жизни кто должен управлять ситуацией? Женщина или мужчина? Женщина. Поэтому надо больше волос. Они должны быть в косичке. Женщина краса, длинная коса, да? Видите, вот она сейчас сплетет волосы. Идите сюда выходить. Погодите, давайте эксперимент. Выходите, выходите, давай. Мы вас поддержим. Сейчас, чтобы женщины что-то увидели. Вот я вас не обижу, честно вам говорю. Повернитесь к девушкам, ко всем. Повернитесь. Смотрите, нежная девушка. Не надо, не надо. Вот так распущенный волос. Нежная, добрая девушка, да? Что хочешь с ней, то и делай. Видите, да? Нежная, добрая девушка, да? Заплетайте. Ничего, ничего. Заплетать, заплетать. Сейчас эксперимент будет проведен. Все достаточно так с руками, останьтесь вот так. Ага. И все, они не распустятся у вас сейчас? Ну вот так, держите просто. Вот так держите, смотрите на них. Видите, во взгляде появилась сила. До этого было спокойствие, просто такая расслабленная. Сейчас сила во взгляде. Видите или нет? Видите, она теперь управляет ситуацией, а вы не вы. Вы не сможете с ней сделать, что хотите. Она будет с вами делать, что хочет. Все, садитесь. Понятная система, как работает, нет? На практике все видно. Вы же видели то, что происходит? Взгляд поменялся. Так, ведическая культура – это серьезная вещь. Так, например, смотрите, у мужчины есть дырка вот здесь. Дырка психическая вот здесь. Поэтому женщина, когда смотрит на мужчину, она срубает его взглядом. Вот здесь сердце у нее появляется вот эта сила женской энергии. И когда женщина, допустим, живет рядом, она может эмоциями тоже управлять мужчиной. А когда начинает эмоционально говорить, мужчина не может это выдержать. Ладно, ладно, все, будет как ты хочешь. Она просто эмоционально говорит и очень сильно влияет на сердце. Мужчине больно становится. А у женщины дырка вот здесь. Когда мужчина начинает демагогию разводить, женщине очень трудно, она такая напрягается, не может. И у женщин есть способ, как защищаться от ненужных энергий мужских. А женщина вот сюда ставит точку красную. И вместо того, чтобы взгляд идти внутрь, в женщину, взгляд сосредотачивается на этой точке. Так, раз, туп, и на точке, все. В результате она защищена. Да? Вношение платка защищает женскую психику. То есть женщина, когда волосы открыты у нее, она всегда влияет. Когда она влияет, это значит, что она устает. Ну, женщина это же сила, понимаете? Мужская природа, она имеет энергию явного поступка. А женская энергия, это энергия тайного подступка. Так, женщина или благословляет своим присутствием, или проклинает. Но всегда она влияет. Женщина всегда влияет. Спасибо большое. Спасибо. Женщина всегда влияет. И она устает от этого. Она влияет через волосы. Потому что волосы как антенна у женщины. Когда женщина одевает платок, до свидания. Она ничего не влияет ни на кого. Она находится, но не в ситуации. Она в платке, и она отдыхает. И никто ничего не может с ней сделать. Она ни с кем не взаимодействует в это время. Она просто отдыхает, и ей хорошо внутри. Она может повлиять, когда хочет. То есть это природа сама не действует. Действует просто она, когда захочет. Она хочет влиять на ситуацию, влияет уже разумно. Не хочет, не влияет. Но когда женщина с открытой головой, она всегда влияет на ситуацию и устает по этому. Сейчас мы проведем эксперимент. Дайте ей свой платочек на голову. Да, да. Так как у нас практическое здесь. Практически мы. Смотри, сейчас я вам буду учить вас жить правильно. Нет, нет. А, вот так одевать, прям накрывать. Да, вот так. Все. Вот, отлично. Отличненько. Голове легче стало? Да. Сразу? Да. Все, порядок в танковых часах. Видите, вылечил. Отдавайте кольцо. А я? А лучше стал вам, да? Давайте кольцо. Нет, платок, платок надо оставить. А у меня болит. Уже болит? Дайте ей платок. У кого платок есть, у кого голова не болит? Дайте женщине платок. А у нее сама есть, оказывается. Ну, дайте ей платок сейчас. А кольцо мне, потому что мне надо этой энергией Сатурна на всех влиять. Потому что народ начал расслабляться. Мне нужно, чтобы они немножко... Смотрите, сейчас я вам покажу фокус-фокус. Смотрите на меня внимательно. Сосредоточьтесь на том, как вам легко, тяжело сидеть в зале. Да? Ну, просто сосредоточьтесь. Теперь я надеваю колечко. Оп, на пальчик. Поменялось внутри? Пободрело? Что вы со мной сейчас контактируете все. Поэтому я должен быть вооружен и очень опасен. Ну, это шутка. Ну, как бы это ведическая культура, видите? Лектор должен быть защищен. Он должен создавать атмосферу. Не думать об этом. Она должна сама создаваться. Если вы хотите, чтобы у вас прошла головная боль, вам надо просто думать об этом колечке, которое у меня на пальчике. И все. И у вас сразу вам легче станет. А я вам разрешаю это делать. Так будет эффективнее даже, чем если у вас будет стоять. Итак, мы с вами изучаем закон тармы. То есть, мы говорим с вами о тонком теле ума. То есть, мы с вами изучили, что есть волны поверхности ума. Это мысли, желание, воля, мысли, мысли, эмоции, желание и воля. Понятно, да? Мужская, женская природа. Движемся дальше. Ниже, глубже, чем волны в уме существует пространство воды, как в озере. Пространство воды. Это пространство умственной энергии. Мы ее не чувствуем, не воспринимаем. Это пространство подсознательная часть нашей жизни. В пространстве воды есть три слоя. Верхний слой с нами соприкасается, называется настроением человека. В верхнем слое пространства воды находится наше настроение, наш характер. Настроение выше, характер ниже. Характер создает настроение. Дальше, средняя часть, вот это пространство воды, оно связано с нашим здоровьем. И в этом месте, в середине озера ума, ум управляет всеми клеточками нашего организма. Умственной энергией управляет всем, что у нас в организме существует. Понятно, да? И самое удивительное для нас, больше всего связано с законом кармы, это нижняя часть пространства воды. Вот было бы здорово, если бы вот здесь тоже открывалось хоть чуть-чуть. Потому что ветер бы пошел продувать все, и всем было бы хорошо. Если в следующий раз организаторы откроют чуть-чуть, как бы хотя бы одну или две створки здесь, то будет совсем комфортно всем сидеть, потому что там как бы жарко, они закрывают, а тут было бы хорошо, свежо. Увеличилось бы количество свежести у нас. Было бы очень хорошо сидеть. Итак, смотрите, в самой нижней, сейчас самая главная часть лекции у нас. Или вы уже устали? Давайте разводим. Разминочку, да. Встаньте прямо все. Так, встали прямо, ручки вверх. Подняли вверх. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поехали. Раз, два, три, четыре. Все молодые старички разминают свои ручки. Теперь вверх-вниз. Вот так вот, ручки вверх, да, поднятые. Вверх-вниз вот так поднимаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот, хорошо. Ручки вверх. Теперь встали раз и застыли вверху, вот так вот. Стоим, стоим. Чувствуете, в голову пошло? Вот, стоим, стоим, да. Хорошо. А теперь потянулись вверх, вот так вот. Надо до потолка достать руками. Отлично. Так, опускаем ручки. Выбражаем. Раз, два. Выбражаем. Все отлично. Так, теперь крутим головой. Вправо, влево, вправо, влево. Теперь вверх-вниз. Достаточно. Плечиками танцуем. Раз, два, раз, два. Третий назад танцуем плечиками. Танцуют все. Так, видите, как хорошо разминаем все мы с вами. Вот. Отлично. Все. Ничего, ничего, все нормально. Теперь следующее упражнение. Приседания. Давай, давайте. Раз, два, три, четыре. Ну, не сильно. Приседаем чуть-чуть, да. Достаточно. Теперь я вас научу кое-чему. Садитесь. Когда человек нажимает в уши, то повышается мозговое кровообращение. Надо нажать прямо средними пальцами, прямо глубоко, вот слуховые проходы, и найти там самые больные точки и на них держать. Вот так вот, нажмите. Вот так вот, нажмите. Достаточно. Теперь вот, когда мы сюда нажимаем средним пальцем под нос прямо, то сильно увеличивается концентрация внимания. Так, нажали под нос прямо, больную точку, и держим. Сейчас картинка встанет. Чувствуете? Даже смотреть легче стало. Эта точка также способствует, чтобы простуды не было. И теперь вот внутренние края, там, где вот пипочки на глазах, на них давим, на пипочки. Достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...